да шутка такая серьезная всех вас приветствует и говорит добрый день и горит посмотрите какой у нас сегодня чудесный день я прям не могу даже смех сдержать буквально день назад ох какое солнце сегодня буквально день назад восторгалась восхищалась радовалась снегу как все было забелено заснежено вы представляете и следа не осталось через день не осталось от этой красоты и следа все уже тает с крыш капает погода день такая день другая боже ты мой не угнаться за погодой он мужевельники отряхнулись выпрямились говорят ждем весны а сейчас посмотрим сколько у нас тут градусов о плюс 9 градусов плюс 9 градусов это хорошо курят у меня наелись и греются на солнышке да умнички вы мои вот они все тут на солнышке горит хорошо почистили перышки поели погрелись и не забудьте яйца нести куряхи а то я смотрю вот тут прям как будто вчера замерзли вчера было минус 1 минус 1 сегодня плюс 9 и огород сад весь обнажился он сосны с новой зеленые как не под белыми шапками и небо конечно сегодня небо но вот что не говорит глубое небо солнце светит но невозможно даже смотреть смотри радуйся вот так меняется погода дашут и что там примерзла что ли сидишь а иди ко мне моя красавица дашь дашка вот там увидела а мы сегодня съездили в город я продала яйца сходила на базар купила продукты но самое главное зачем мы сегодня ездили это мне пришла посылка вот мы ездили получать посылку о которой я вам обязательно расскажу вот отдавая посылку работник почты говорит вам еще и письмо и я вспомнила это письмо от дочки и вот вы знаете держу в руке это письмо и вот какие-то такие воспоминания у меня сразу в голове вот скажите пожалуйста вот как давно или как часто вы получаете письма вот письма открытки по почте вот скажу о себе что последние лет двадцать очень редко очень редко но получаю это были раньше письма с родины с моей а последнее время присылает дочка и письма и открытки у нее есть такая традиция в каких бы городах она не была я не буду за рубежом она обязательно присылает открытки и бывает так что она уже приедет домой открытка еще только придет и вот много у меня столько таких открыток это вот то что я вот нашла быстро под рукой это вот на новый год открытка такая красивая это из-за гданьска когда мы с ней там были вот она пишет по поле привет вот это из милана когда они тоже были уже с мужем пишет любимой маме ну там ну и так далее вот это тоже из милана вот это рисованная открытка на новый год но у меня много таких открыток и честно говоря я их всех храню а вот вы помните как раньше было сколько мы подписывали открыток сколько мы писем писали ну я вот говорю но лично о себе в школе на новый год на 8 марта да на другие праздники штук по 15 открыток подписывала всем родственникам всем знакомым всем подружкам никто никогда не ограничивал в количестве вот сколько хотела открыток столько и покупала и стоили они ну сейчас конечно уже не вспомню не вспомню точно может две копейки может пять копеек и вот на новый год подпишешь штук 15 открыток разошлешь все и ждешь мы ты знаешь кто тебе уже пришли но ты ждешь все равно это была какая-то радость прям вот какое-то чувство такое восторженное ожидание такое приятное и что самое интересное вот я помню никогда открытки не повторялись вот в основном все равно отсылала ну всем с кем жила в одном городе но вот не помню такого что повторялись открытки а какие открытки были красивые все яркие красивые прямо сказочные красоты были открытки я помню маленькой же была в школе училась вот это жила с бабушкой в частном доме вот это бегала постоянно как почтальона увижу бегом почтовый ящик смотрю к вам пришла открытка не пришла от кого но так было интересно и письма тоже я всегда писала письма любила это делать вот у меня красивый почерк был а почему был я помню всегда как я аккуратно писала письма и домой маме и тете и подружкам вот но последнее время прогресс же не стоит на месте с появлением смартфонов вайбера телеграмма ватсапа все это как бы ушло на задний план нам сейчас порой проще легче и удобней скажем отправить голосовое сообщение видео сообщения написать смс но ведь вот вспоминает те времена когда писали сами письма подписывали открытки думаешь мой как классно было это ну непередаваемые чувства сейчас вспоминаю прямо с каким-то вот восторгом с такой приятной ностальгией но что жизнь не стоит на месте как говорится прогресс идет вперед вот и вот я хочу сказать по какому же поводу я знаю по какому поводу я получил это письмо от дочки до у нее приз выиграла у нее приз а что именно произошло то в instagram она выкладывает видео на этом видео значит цепь показывает и два маленьких замочка и спрашивает кто угадает для чего это там первым трем угадавшим от меня будет приз вот и я стала думать да еще приз думаю надо думать быстрее включила включила мозги вот и догадалась для чего ей это надо было вот отправила ей даже помню так торопилась там какую-то букву не так написала думает надо быстрее чтобы успеть в те три в те три победителя попасть и спрашиваю я первая она говорит нет ты уже 2 но дать равно первым трем первым трем узнавшим о чем идет речь будет приз вот и все конечно было бы все вернее не так смешно как все-таки грустно и сейчас расскажу почему а дело вот в чем дочка живет многоэтажки и она всегда на лоджии кормила птиц зимой у нее кормушка муж ей сделал не прилетали и синицы и воробьи и сойки и голуби и вороны там были птицы разного калибра вот а балкон она застеклила и теперь кормушку это ну никак не повесить и она говорит а мам я хочу купить кормушку повесить на улице вот мы ходим гулять одним и тем же маршрутом вот чтобы выходили кормили птиц смотрели как они там плюют все такое я и сказал гортон долго у тебя это корму давай сама понимала долго это кормушка не провисит но а вдруг вот она купила кормушку повесила ее красивая деревянная кормушка такая оригинальная вот и выходит гулять звонит мне висит висит и вот так по два раза висит висит а на третий день горит мам нет кормушки уже нет вот расстроилась она но ненадолго она купила еще кормушку вот она говорит я сказала кормушка будет висеть ну а я когда поздравляла татьяна говорила о характеристиках которые присущи татьяну так вот это вот точь-точь все было сказано моей дочери упорство в достижении цели надо я сказала кормушка будет вот и она купила цель повесила эту кормушку обмотала ее цепью и там каким-то образом в общем зафиксировала двумя вот этими замочками вот и вот так получается я выиграла вот этот приз я я да она говорит трем значит там на первым угадавшим будет приз а я не спрашивают а какой приз то ну интересно она говорит открытка я горит а можно говорю сделать то игру открытку оставь себе а мне говорю пожалуйста приз ну вот посмеялись и вот мне пришло это письмо сейчас посмотрю какая же там открытка открытка с рыжим котом пушистый рыжий кот но скажу честно мамочка как обещала отправлять себе открытку хоть ты не сильно хотел ну и тут целое письмо не буду читать это личное вот я выиграла приз у дочки такое бывает вот на этой оптимистичной ноте и оптимистической ноте всем говорю до встречи